Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналя и сегодня у нас будет радужное видео покупочка двух волшебных коней прямиком из облачного королевства, так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хей привет! Чего носы уже повесили? Еще рано вешать, мы только-только с вами распрощались, а вы уже хотели увидеть обзор с новым персонажем? Не-е-е, я так просто вас не отпущу, поэтому сегодня я верхом на Чармчери или же Сакуре иду делать покупочку новых магических лошадей из облачных королевств. С облачного королевства, точнее это кстати первые лошади, которые продаются в данной области, да, на воздушном шаре мы сюда пролетаем и красавцев покупаем. Вот такие вот классные волшебные лошадочки, возможно я их куплю на еще один аккаунт, но на основу точно, поэтому да, сегодня на основу мы их покупаем. Покупать я буду на английском языке, поэтому сейчас еще придется немножечко задуматься, как же назвать данных лошадок, какие имена им дать. Напоминаю, что это впервые, когда лошадей добавили на продажу здесь, в облаках, вместе с питомцами, да, и продаваться они будут исключительно здесь. Ну а в следующем году, я уверена, нам привезут каких-то других в плюс к этим лошадкам, уже других пород. Так что сегодня мы их с вами покупаем на английском языке. Первая лошадка у нас на модельке лохматиков или же дикая лошадь Вирвика, зовется она Тенембрии. По крайней мере, здесь на английском языке я это читаю именно так. Вот такая красотка фиолетового цвета с агредиентными узорами. Я прям в восторге, ну и в восторге от ее городского облика. Это просто шоколадка с, я не знаю, с беками сливочками, мне прям очень нравится. И мне еще прям, не знаю, радует, что у нее хвост, как у единорожка. Хотя я думаю, если бы у нее была лохматая грива и обычный распущенный хвост, я бы все равно ее купила. Стоит она 975 старкойнсов. Характеристики... Так. Так, а я не помню скорость. Я знаю, что скорость и выносливость по нулям, гибкость 1. А первые два пункта я, если честно, подзабыла, как называться. Итак, давайте же мы ее персонализируем. Это будет, давайте, вечный, интернал. Кто-то жеребец, кобыл. Давайте ты будешь кобылой. Или жеребец. Давайте кобылкой. У меня, по-моему, мой лохматик единственный, не считая магиков, это жеребец. А жеребцы, кстати, у меня там, по-моему, тоже все жеребцы. Так что пусть это будет кобыла. Хочу ее назвать как-нибудь Клауд. То бишь, облачная. И что-нибудь сейчас придумаем. Так. ABC. D. ABC. Как-то уже забыл алфавит на английском. Так. Вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Клауд. Клауд. Коуд. Кофе. Клауд. Вот. Клауд увей. Аметист у нас тут есть? Нет, есть Аквамарин. Аметиста нету, серьезно? Наверное, Аметист есть только в первой части имени. А тут есть что-нибудь тоже Клауд? Я бы назвала Аметист Клауд. Аметист Кэнди. Чемпион Шарм. Пожалуйста, дайте Клауд. Да. Клауд, Клауд. Если бы она была белая, то да. Но нет. Давайте все-таки попробуем Аметист. Аметистовое облако. Нет. У нее крылышки. Крылышки. Аметистовые крылья. Аметист Уинкс. Это, кстати, первая лошадь будет с таким именем. Я уверена, такого у меня еще не было. Аметист. Аметист Кай. У меня корабль есть в пиратах, но это не важно. Это не здесь. Так. 975. Просто вечная кобыла. Покупаем. Да. Покупаем. Ай, какая ты классная. Просто, ребят, я обожаю все оттенки. Фиолетового, сиреневого, лавандового. Не знаю, все это люблю. А тут еще такие нежные градиенты. И моделька тоже одна из любимых. Поэтому Send to Stable отправляем в конюшню. Сразу я на них не сажусь. И следующая у нас лошадь. Это Призма. Тут все очень просто с именем. Так как это моделька на основе Аполлузы, здесь у нас первые два, не помню, но у нее гибкость 3. Точно такая же, как и у обычных Аполлуз. Призма. Вот настоящая Призма, которая разделяет один луч света на несколько цветов. Да, и получился такой красивый эффект. Но ее городской облик, ее городская масть, я считаю, покорила абсолютно всех. Хотя и магическая тоже, как бы, просто всем пришлась по вкусу. Но городская, по-моему, просто фаворит. Фаворит у всех. Данная лошадка Призма стоит 900 старкоинсов, 900 СК. И мы ее персонализируем. Тоже она у меня будет вечная. Призма, тебя кем-то сделать. Вообще, это первая моя Аполлуза на основе. Вы можете мне не верить, но это так. И я, наверное, тоже хочу, чтобы это была кобыла. Так. Сейчас что-нибудь придумаем. Rainbow. Crystal, может быть. Crystal Rainbow. Кристальная радуга. Знаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Либо Crystal, либо... Pass. А что, это все, в принципе, на букву П. Panda, Pale, Pal. Тут нету пастели. Как так-то я хотела, может быть, пастел? Пастель, мол. Или, подождите, как у нас пишется... Мол, нежно. Такого пастельного. Я забыла это слово на английском. Есть powder, это пудра. Rainbow. Rainbow. Нет. Rainbow Rain. Хотя, в принципе, Rainbow Rain. Дождливая радуга. Или нет? Что-то... Что-то такое. А тут есть у нас? На букву П. А, это Ре. Стоп. П. Па... Пи... Тоже ничего нет? Как так? Это прям очень-очень грустно. Nature, Mystery. Nature, Mystery. А, ну... Shine. Хочу Shine. Хочу радужный свет. Shine. Есть еще Shimmer. Rainbow Shimmer. Ну-ка, подождите. Тут надо серьезно посидеть и подумать. Конечно же, переводчик в помощь. И я дословно решила перевести ее имя. И Rainbow Shimmer. Shimmer. Это будет радужное мерцание. Вот. Вот это меня устраивает. Опять же, кобыла. Вечная. Просто... Будет долго и счастливо у нас на конюшничке. Жизнь бессмертная. Вот. Слово забыла. 900 StarCoin. И мы покупаем вот эта та лошадь, которую я хотела очень сильно. С первых спойлеров. Итак. А-а-а-а. Боже, у нее глаза такие еще. Белые просто. На самом деле, они там как будто бы прям жемчужинки такие. О-о-о-о. Это... Божечки. Да еще сейчас закат. Закат. Ты такая розовенькая вся. Какая ты... Блин, вот так вот это страшно смотрится. Тоже отправляем в конюшню. Отправляем в конюшню. И все. Мы купили двух этих лошадок. Лошадок питомцев я покупать не буду. У меня уже есть сколько? Две или три вороны. И несмотря на то, что расцветки у них классные, даже я со своим, относительно, мне кажется, крупным счетом на StarCoin. Платить за питомцев 300 СК я не собираюсь. Я лучше потом куплю лошадок, которые будут удалять за эту же сумму. Вот так что отправляемся в конюшенку. Так, вот мы и приехали в конюшню. Я свое обещание сдержала. Я покупала Шайра. Он 15 уровень. Мы его докачали. И теперь уступаем место новым лошадкам, которых тоже нужно будет качать. Так, Сакура, мы пока тебя оставляем здесь, недалеко. Как жалко, что тебя, правда, удалили из игры. Но я рада, что у меня ты есть аж с первого добавления. Так, вот они. Две просто радужные лошади. Аметист Уинкс и Рейнбур Шиммер. Рейнбур Шиммер, наверное. Надо будет дословно. Ну, точнее, надо будет послушать, как правильно произносить. Здрасте, мой, сетевой, какая ты красивая. Ааа, просто передоз фиолетового. И призма. Да, тут, там кто-то на фоне кричит. И просто призма. Ну и прекраснейшая призма. Прям, 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 уаа. Не могу. Так, ну и теперь у меня новая традиция. Мы купили двух лошадок новых. И, конечно же, как я не могу не купить им подковы. Я сейчас тоже занимаюсь этой некой благотворительностью в сторону своих лошадей. Я на каждую новую купленную лошадь покупаю подковы. Да, это очень затратно. Да, это, по сути, наверное, не так уж и нужно. Зато, знаете, когда у вас... Так, это точно то. Да, без характеристик. Когда у тебя больше 150 лошадей, а у меня их уже, по-моему, там, за 100... За 150 точно, потому что последний раз было 135, там, 135, а сейчас их уже явно 150. Очень трудно найти подкову, если ты ее теряешь. Поэтому я могу... Я, как бы, имею средства, поэтому почему бы не радовать своих лошадок и не дарить каждой из них подковы. По крайней мере, я спокойна. Я не бегаю по конюшню, не ищу эти подковы, а моим лошадям не нужно их никогда снимать больше себя. Так, ой, какая же ты красивая. Музик-чоколадка какая! Поехали! Ой, тебе зимой! И звезда во льву! Слушайте, знаете, мне даже и городской облик очень сильно нравится. Уж люблю я такую вот шоколадную масть. Так, давай быстренько подумаем, что на тебя... А ну-кась! Старый комплект вестерна! Спирита! Все. Мне кажется, это твое. Это твое и ничего другого. Да, но если только еще вот этот есть, ну вот этот комплект будет с ней сливаться. Ну да, как-то прям сливается, потому что он фиолетовый. А вот этот, он будет выделяться. Ой, ну мне нравится. Отлично смотришься. А в городской масти? И в городской масти тоже симпатично. Тоже симпатяшка. Так, я не могу. Давай, давай, давай анимацию. А, ты здесь не можешь? А, ты же первого уровня. Ребята, я забыла, что первого уровня наши лошадки не могут делать специальные аллюры. И вот, да, на седьмом лишь уровне нам откроется специальный аллюр, специальный трюк. И возможность следовать за своим наездником. Ну и на третьем уровне мы сможем ее вести. Да, так что пока что эти лошадки маленькие, первого уровня. А я, видите, уже забыла, что... Ой, все это открывается теперь не сразу. Так, теперь... Рейнбл Шиммер. Ну, просто призма, на самом деле. Мне кажется, я ее и буду называть призмой. Так, ну давай же, покажи мне. О-о-о-о! Свой городской... О-о-о, блин! Как мне нравится. Я прям, да, я прям... Это то, чего я искала и так сильно ждала. Но ты вестернская лошадь. Тебя, в принципе, я могла бы найти любой абсолютно комплект. Какой-либо из, там, той же вот радужного. Или дня рождения. Или вообще вот конкурных седел. У меня целый шкаф. Я вообще не помню, когда я умудрилась их столько закупить. Но... Вот тут есть одно такое седло. Одна такая особая уздечка. Где она? Вот, по-моему, вот эта. Или вот эту на тебя надо надеть. Есть еще, правда, вот такие вот. Новенькие, более старенькие, более... Еще более старенькие. Есть вообще вот такие басалы. И уздечки. А-а-а-а! Может быть, вот эту? А давайте, да. А давайте вот эту. Я больше делаю акцент на ее городской облик. Так, теперь следующий вопрос. Это Вольтрап. Вольтрап, Вольтрап, Вольтрап. Вольтрап будет у тебя... Какой? Какой? На тебе Вольтрап надеть. Давай вот этот. Нежный голубой. Такой. И... Нагавки. Нагавки. Может быть, что-то из старенького можно тебе подобрать. Или же нет? Нет. Это если только и нагавки-фары. Нагавки-фары я не люблю всей душой. Я их делала только ради задания. Поэтому давай посмотрим, что-то вот из этого. Из новых нагавок какой-то был. Вот! Это же они? Или это другие? Или я перепутала? Нет. Это вроде бы те, о которых я подумала. Тут еще, правда, какие-то есть. Нет. Давай пока оставим вот эти серенькие. Вот. Слушайте, в городском облике мне очень нравится, как смотрится этот сет. В магическом он, конечно, ну, понятное дело, выделяется на ней. Ну, кроме Вольтрапа. Вольтрап вообще с ней сливается. Но, в принципе, мне нравится. Потому что чаще всего я на призме буду в ближайшее время кататься явно в городском облике. Так что почему бы и нет. Главное, чтобы мне нравилось. Да. Так, ну что ж, ребята, вот и случилась покупочка. Я надеюсь, она вам понравилась. Да еще и со стареньким персонажем, по которому мы уже сильно очень все скучаем. Да, видео некоторые еще будут выходить со старенькими персонажами. Это будет таким неким плавным переходом от старых персонажей к новому. Ну, в перемешку, понятное дело. Так что вот такие вот у нас Rainbow Shimmer и Amethyst Wings. Вот. И покупкой я очень довольна. Теперь буду их качать. Вплоть до покупки следующих лошадей. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну, и до встречи в следующих видео. Божечки, какие же некрасивые. Я прям не могу. Прям Белла Сара в голове заиграла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok